Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов, друзья, мы вас приветствуем и с радостью сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени Клавы Коки. Всем привет, всем привет. Очень рада быть здесь. Здравствуйте. Мы тебя тоже очень рады видеть. Спасибо тебе большое. И, кстати, мы с поводу для того, чтобы тебя поздравить. Мы, пожалуй, начнем, наверное, с такого важного для тебя. Это первый сольный концерт, который в конце сентября состоялся в Москве. Ну и, конечно, важны, я думаю, для многих именно твои оценки, твои ощущения. О, это было потрясающе. Просто был огромный зал, в котором даже не было места упасть яблочко. Битком. Да, битком и абсолютно разная аудитория. Ну, в основном, конечно, мои поклонники — это школьники, студенты, но также были их родители. Это было очень смешно, что к концу концерта... То есть людей вдвойне больше. Да, и к концу концерта эти взрослые даже больше проникались, чем дети. Это было очень забавно. И вообще это что-то потрясающее, когда весь зал поет каждую песню вместе с тобой. Ту самую песню, которую ты писал из самого сердца, доставал, вкладывал всю свою душу. Это очень здорово. Это 16 том, правильно? Да, к лучшему. Определилась ли какая-то самая любимая у твоих поклонников песня? Вот такой, например, может, просят. Не было? На все песни реагировали одинаково, хорошо? Да, на все песни. Когда грустная песня, они поднимали вместе на фонарике, громко пели. Когда быстро, они все танцевали, прыгали. Ну, в общем, было действительно потрясающую атмосферу. Пообщалась ли ты потом с ними, после концерта? К сожалению, практически не получилось. Кто-то подкараулил меня около черного хода. С темой безумной я была рада увидеться. Но сразу же после у меня был самолет в другой город. У нас были еще два города после 16 тонн подряд. И поэтому нам нужно было бежать на самолет, на который мы, кстати, практически опоздали. Да что ты, ну успела, все в порядке было. Успели, буквально там регистрация уже закрылась, для нас ее продлевали. И, в общем, было очень неудобно, потому что все люди смотрели на нас и проклинали. Ну, скажи, эта площадка уже для тебя пройденный этап, можно сказать. Да, покоренная площадка, наверное, так правильно будет сказать. Дальше тебе какую бы хотелось площадку в Москве именно покорить? В Москве есть безумно крутая площадка. Сейчас Крокус Сити Холл открыла еще одну площадку, чуть-чуть поменьше, называется Вегас Сити Холл. Он обещает около двух тысяч человек. Это такая уменьшенная копия Крокуса. То есть там тоже есть огромный танцевальный портер, очень много сидений. Я мечтаю устроить именно там свой сольный концерт. Сейчас мы ведем переговоры для того, чтобы сделать там презентацию моего. Ты уже, скажи, пожалуйста, пишешь приглашение такое же, как писала в 16-м? Пока что нет, потому что пока отхожу еще от прошлого концерта. Вот. А новым концертом займемся, я думаю, уже совсем скоро. Ну, учитывая, что у тебя просмотры клипов в интернете переваливают там за 3 миллиона, там уже к 5, я думаю, что 2 тысячи-то собрать, это вообще ни о чем. Да, ну просто это же зал, это все равно по-другому. В интернете меня смотрят и блоги, миллионы людей, там, десятки миллионов. А концерт — это все-таки другое. Это тебе нужно прийти, потратить время, отпроситься у родителей, если ты еще не взрослый. В конце концов, заработать на билет. Это очень важно, и мне очень приятно, что люди находят время для того, чтобы прийти на концерт. Друзья, кто нас смотрит и слушает, как здорово, что вам сейчас не нужно отпрашиваться у своих родителей. Вы прямо сейчас можете насладиться выступлением своей любимой артистки Клава Кока сегодня в концертном зале. Клав, мы тебя попросим уже иначе. Представь нам, пожалуйста, гитариста, с кем ты сегодня пришла? Сегодня я играю со своим любимым гитаристом Владиславом Политином, человек, который со мной с самого начала, ну, с самого начала на Blackstar и еще до этого записывали с ним вместе мой самый-самый первый альбом. Так вот, начнем мы, наверное, с композиции, с которой у меня все началось на Blackstar. Прекрасно. Песня называется «Май», и в такую осеннюю грустную погоду, по крайней мере в Москве, хочется внести немножечко весны. Вноси, Клава, вноси. Ты готов? Сердце весна, я не одна, веришь, и мне хорошо ветер в лицо веет. Крылья любви уносят меня в небо, туда, где ты не был. А я такая, какая есть, и в моих глазах это можно прочесть. И я знаю точно, счастье здесь, в тебе. За окном май, моя жизнь рай, он шепчет на ухо, обнимай, а я с ума схожу, а я с ума схожу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Свежий напиток, воздух пропитан цветами. Другая орбита, карманы набиты мечтами. В небе звезда, это моя награда И мы где-то рядом Я такая, какая есть И в моих глазах Это можно быть честь И я знаю точно Счастье здесь, в тебе За окном vai, моя жизнь рай Ушепчет на ухо, обнимай А я с ума схожу ай-яй-яй За окном vai, моя жизнь рай Ушепчет на ухо, обнимай А я с ума схожу ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй А я с ума схожу, ай-яй-яй-яй. А я с ума схожу, у-яй-яй. За окном май. Спасибо, друзья. Спасибо. Красивая какая. Лава Кока. Вот такой май в этот дождливый денек. Ну, у тебя очень теплый голос. Спасибо. У тебя такая светлая энергетика, что правда как-то теплее становится. Даже просто в пространстве, где ты находишься. Тебе говорят об этом часто? Да, часто говорят. Но сегодня у меня просто такое настроение грустное. Я иногда еще больше даю. Еще больше? Да, такая, знаете, атмосфера. Мне сейчас кажется, что очень многие из наших слушателей и зрителей нас поймут, что осенью настроение абсолютно другое. И хочется валяться в пледе дома и смотреть сериалы. Такой переходный период. А что делать? У нас сейчас такая погода, что до следующего августа придется вот как-то так же под одеяло. Поэтому стараемся поднимать настроение всем, кто нас смотрит и слушает. В песне у тебя есть строчки «Ты такая, какая есть». Да, есть такая. А ты себя уже знаешь, какая ты есть? Ну, безусловно, безусловно знаю. Ну, очень открытая, очень стараюсь искренне быть. По крайней мере, никогда не надевая какие-то маски, даже когда этого требует общество. Стараюсь быть доброй, открытой к людям и делать что-то хорошее. А бывало такое, что ты за счет этого страдала как-то? Ну, потому что доверяешь людям, а... Ну, нет, я не такой простой человек. Я, конечно, вижу издалека и чувствую человека, как мне нужно с ним вести, как мне нужно с ним, ну, подавать себя. Держишься в стороне, если что-то, чувствуешь опасность какую-то. Да, по-разному. Ну, то есть я очень такой, иногда бываю жесткий человек, а иногда бываю очень мягкий и добрый. И что касается достижения цели, здесь я напролом. Что касается таких каких-то чувств, то здесь я более мягкая. А когда ты на сцену выходишь, здесь важно быть какой, мягкой или жесткой? По-разному. Опять же, нет, ни в коем случае не жесткой. Нужно просто на 100% поддаваться своей публике. Нужен драйв 100%, и также нужна лирика. Должен быть какой-то баланс, какое-то разнообразие. Если ты постоянно будешь петь только веселые песни, это наскучит после третьей композиции. Поэтому у нас выдерживается некий такой баланс между такими прям драйвовыми композициями, где мы скачем, как угорелые. Мне иногда даже приходится снимать каблуки. И настоящая лирика, в общем, что-то такое, что мы сегодня исполняем. Ну и заботитесь о зрителях таким образом уже тоже, если они скачут, надо отдохнуть, немножко отдышаться. Тем более девчонки поймут меня на каблуках. Скажи, пожалуйста, насколько рано ты поняла, что музыка это твое? Твоя профессия, твоя жизнь? В четыре года. В четыре года. Ну, это, наверное, такой возраст, когда просто я начала что-то понимать в этом мире, и сразу поняла, что только музыка, и больше ничего мне не интересно. Ну, это во многом благодаря папе, который у тебя меломаном является. И вот как в интернете сказано, что... Он собирал пластинки. Классные пластинки были в вашем доме. Самая лучшая музыка мира играла именно у нас дома. И мама также у меня занималась в музыкальной школе, пела в детстве. И у меня вообще творческая семья. У меня бабушка, дедушка, актеры, там, тетя. Все режиссеры, актеры. В общем, творческая семья тоже поспособствовала. Там особо другого-то выбора не было. Прямо как на сцену. Ну, было, было. Все равно было. А куда же тебя могло... Ну, у меня брат родной, он в авиации. Сестра родная, она в моде. То есть все могло бы повернуться совсем по-другому. С другой стороны, есть информация, что и у тебя есть не только музыкальное образование. Да, у меня есть серьезное образование. Президентская академия. Институт государственной службы и управления персоналом. Кадровая служба, кадровая политика. А зачем тебе это понадобилось, Клава? Ну, в какой-то момент я хотела поступать на режиссуру в институт. Но так сложилось, что мне не хватило одного балла на бюджет. И я подумала, что не хочу я тратить год просто так. И пошла в президентскую академию, чтобы как-то развиваться всесторонне. Все равно, безусловно, образование, оно же дает какой-то комплексный подход к образованию человека. И все равно очень много полезного всего. Ты ее закончила? Да, я закончила. То есть ты теперь кто? Чиновник или кем ты можешь быть? Я могу работать в государственной службе. Я могу работать в кадровых структурах, в кадровом отделе того же лейбла Blackstar. Могу нанимать персонал, заниматься его мотивацией, стимулированием. И вы видели в твоем влоге, что ты уже присмотрела там себе местечко. Да, было такое, было такое. Клава, а в итоге-то желание у тебя еще осталось во ВГИКе поучиться? Есть такое желание, но я сейчас реализовываю все это свое желание в своих клипах. Я всегда хотела все равно как-то со стороны быть режиссером, продюсером. Последние три своих клипа я режиссировала и продюсировала сама. Ну, молодец. И поэтому, ну, безусловно, в ГИК бы мне дал очень многое, но мне бы приходилось, наверное, очень многое учить. Тогда творчество бы немножечко страдало, конечно. Ты практика, скажем. Да, да, да. Поэтому сейчас я практик на сто процентов, сама получаю гроблями по лбу, и мне это даже нравится. Это, наверное, лучшая школа, на самом деле. Конечно, конечно. Я очень рада, что Blackstar мне помогает. Ну, помогает. Они все мои идеи не отдаляют в какой-то дальний ящик, а говорят «Твори и делай». «Твори и делай». Музыкальная страничка в концертном зале. Это точно. Композиция «Где ты», в которой впервые я выступила режиссером. Это было полгода назад, и это, наверное, одна из моих любимых песен. Поехали. Серое утро Холодный чай Безвкусный Внутри поселилась Пустота Так грустно Мне так тебе не хватает Ведь мы понимали Все без слов Разобрана на детали Наша с тобой любовь О чем ты думаешь перед сном? С кем ты делишь секреты? Кто засыпает на твоем плече? И где ты? Где ты? О чем молчишь, оставляй мне Лишь звонки без ответа Скажите мне, почему, зачем А где ты? Где ты? Заморозил все мысли Комок в груди Я так близко Подпустила тебя Все пусто, бессмысленно Пожалуйста Останься Останься Почини меня Мне так тебя не хватает Ведь мы понимали Все без слов Разобрана на детали Наша с тобой любовь О чем ты думаешь перед сном? С кем ты делишь секреты? Кто засыпает на твоем плече? И где ты? Где ты? О чем молчишь, оставляй мне Лишь звонки без ответа Скажите мне, почему, зачем Где ты? Где ты? Где ты? Где ты, где ты, где ты, где ты? Дорогие друзья, в нашей рубрике «Уральские самоцветы» сегодня Клава Кока. Мы ее встречаем и, конечно, с наслаждением слушаем те песни, которые Клава исполняет. Ну, Ром, ты теперь должен объяснить всем, почему уральские самоцветы. Ну, потому что девушка родилась в Екатеринбурге. Да, да, есть такая. И, наверное, этот город что-то значит в жизни Клавы. Расскажи, пожалуйста. Ну, безусловно, в этом городе я родилась и выросла. И, кстати, у меня там будет концерт 23 ноября, по-моему, в Екатеринбурге. Я безумно часто буду выступить для всех, с кем я училась, с кем... Кто меня учил петь, кто меня учил в школе. А это твой первый концерт в родном городе будет, Соли? Да, да. У меня не было еще ни разу. А он же, наверное, не менее волнительный, чем московский концерт. Да, конечно, потому что там еще будет моя бабушка, дедушка. Это очень волнительно. Потому что 9 лет там не живешь, наверное, да? Ну, я не живу... Ну, не 9, может, чуть поменьше, но давно уже не живу. Но все равно все вот эти воспоминания такие подростковые, детские, они же все равно незабываемые. Поэтому я очень люблю этот город, и он всегда будет моим самым любимым. Ну, это же такая рок-н-ролльная школа, да, Екатеринбург? Почему? Ну, не совсем, нет. Скажи. Не могу сказать, что у нас была рок-н-ролльная, потому что я именно благодаря Екатеринбургу... У нас была там единственная в России детская филармония находится в Екатеринбурге. И так получилось, что она находилась напротив моего дома. И меня туда взяли... Это судьба, Клава. И вообще в этом городе я всесторонне развивалась. Я и в танцы ходила, и рисовала. И классическая музыка была у тебя? Классической не было. У нас был джаз. А, джаз? Только джаз у нас. Да, в нашей филармонии нас не учили... Да, нас не учили петь по-русски. Я не умела даже петь на русский. По-русски я приходилось переучиваться через какое-то время. На каком языке ты пела? На английском. Так ты джазовая певица, получается? Ну, по крайней мере, начинала с этого. Был такой детский джаз у нас, да. И, безусловно, это очень повлияло на мой вкус и на все остальное. Рома, извини, просто про джаз еще хочется немножечко узнать. А ты на сегодняшний день как к нему относишься? Ты совсем отложила это в сторону или как-то нибудь... Мне нравится, но я не могу сказать, что я фанат. Мне очень нравится то, что это сложная музыка, что она построена на интересных гармониях. И все там реально есть, что послушать и во что вслушиваться, в отличие от российской поп-музыки и мировой поп-музыки. Но мой голос после мутации в 13 лет, он немножко изменился. Конечно, все вот эти гармонии, они до сих пор играют в моей голове. Но исполнять джаз уже не совсем мое. А в 13 лет ты первую песню написала или в 14? Нет, первую песню я написала еще раньше. Выпустила первую песню в 14. А первую песню я написала про мою бабушку. Ой, какая прелесть. Которая придет на концерт. Да, там пелось, знаете... Живет на свете бабушка, зовут ее Люси. Была веселая бабушка и ездила в такси. Люси, Люси, ко мне себя вези. Это была моя первая песня. Я написала ее вместе с бабушкой, когда мы шли домой. А бабушка все-таки приняла участие. Ну да, нет, она мне помогала там про такси, что-то. Было очень смешно. Мне было лет 8, наверное. Это была моя первая песня. Потом как-то закрутила, меня завертела. И вот... И начали с песни про любовь, про любовь, про любовь. Да, да, да. Что сейчас будем крутить? Какую песню? Сейчас мы, наверное, посмотрим клип. Или исполним еще что-нибудь. Давай мы споем сначала. Лучше, да. Конечно. Тогда мы споем песню, которая называется «Тише». И в этой песне действительно тоже бабушка мне помогала писать там пару строчек. Как ее зовут? Ее зовут Люси. Люси, большой привет. Чудесная песня. Именно в акустике она звучит потрясающе. Она у нас в эфире обязательно появится. Я очень надеюсь. Итак, песня «Тише» для всем, короче, слушателям нашим. Желаем сегодняшний эфир наш «Не делать тише». И поем песню «Не делать тише». Поехали. Ты разбил мне сердце, думаешь так, но мне все равно дурак. Я давным-давно тебя не люблю и друзей твоих обхожу. Наконец-то я могу быть собой, и мне так хорошо одной. Ставлю точку, закрываю тему, и никто не нужен на замену. Пускай все смотрят на меня, но я буду танцевать одна. Так, знаете, все я влюблена. Моя любовь — это музыка. Раз, два, три. Не делай тише, тише, пусть сносит крышу, крышу. И все услышат, как я ненавижу тишину. Не делай тише, тише, пусть сносит крышу, крышу. Не все услышат, как я ненавижу тишину. Не делай тише, тише, пусть сносит крышу, крышу. И все услышат, как я ненавижу тишину. Не делай тише, тише, пусть сносит крышу, крышу. И все услышат, как я ненавижу, ненавижу тебя И так много лиц кружат вокруг Уже летаешь ты средь новых подруг А как хочешь ты меня задеть А я могу лишь тебя пожалеть Но пускай все смотрят на меня Но я буду танцевать одна Так знаете, все я влюблена Моя любовь — это музыка Раз, два, три Не делай тише, тише И сносит крышу, крышу И все услышат, как я ненавижу тишину Не делай тише, тише И сносит крышу, крышу И все услышат, как я ненавижу тишину Не делай тише, тише И сносит крышу, крышу И все услышат, как я ненавижу тишину Тише, 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 тише Я ненавижу тебя Как я ненавижу тебя Тише, тише, тише Тише, тише, тише Тише, 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 пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу тишину, не делай тише, пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу тишину, не делай тише, пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу тишину, не делай тише, пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу тишину, не делай тише, пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу тишину, не делай тише, пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу тишину, не делай тише, пусть с Вижу тебя, спасибо, друзья. Ах, как хочешь ты меня задеть, а я могу... Ну, вот этот припев второй, куплет второй, мы писали с ней вместе. А откуда опыт у бабушки в написании? Ну, у меня творческая семья, она пишет стихи, и мой папа пишет стихи, и мама пишет стихи. У нас все пишут стихи. Ну, и, соответственно, Клава тоже, у нее не было другого выхода, кроме того, как писать стихи. Скажи, пожалуйста, получается, все родственники, наверное, очень тщательно следят за твоим творчеством, да? Да, у меня папа с мамой такие шпионы, если честно. Они знают больше, чем я. Они прям каждую новость про меня читают в интернете и мне говорят, а ты знаешь, что ты там будешь? И тебя отправляют, наверное, там снимочки. Или говорят, а ты знаешь, что ты там будешь? Где? Ну, там. А там я буду? Да, ты там будешь, это круто. Ну, ладно. Они по-прежнему инкогнито в Инстаграме. Да, они инкогнито в Инстаграме. Я вообще в шоке. Шифруются. Шифруются, точно. Ну, давай поговорим про тебя как про блогера. У тебя невероятно красивая, яркая, такая же солнечная, сочная, очень интересная. С потрясающим чувством юмора история. Клава Кока Транслейт. Очень много подписчиков. Да, есть такое. И самое главное для тех, кто вдруг не знает или не слышал, пусть их будет только единицы, Клава берет известную зарубежную песню, переводит очень близко, близко прям к оригиналу, прям дословно практически, да, и на музыку. Причем снимает красивые клипы, потрясающие клипы, мне кажется. Клипы, это так, за 15 минут с разных камер быстренько снимаем. Правда, это очень быстро делается. Ну, ты же режиссер. Ну, да, для меня это, конечно, быстро, и быстренько потом нарезаем. Да, рубрика Клава Транслейт, это рубрика, которую мы придумали месяца три назад. Я просто взяла популярный хит Shape of You at Sheeran. Он поет там, The club isn't the best place to find love until the bar is where I go. А переводится на русский это, В клубе не подцепишь нормальную телочку, так что я направляюсь в бар. Все из жизни, да? Все из жизни, и мне показалось это прикольным. И вот сейчас рубрика очень сильно набирает обороты. Буквально, например, последнее видео вышло ровно неделю назад, там уже миллион просмотров. Но ты же хотела даже сделать инверсию, то есть наоборот взять русскую песню. Да, 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 я обязательно это сделала. Когда же нам ждать это? Я думаю, что в следующем месяце. Просто это сложнее русские песни перепевать на английский. Английский все-таки проще. Русский язык более богатый, и... Бабушка поможет. Ну, бабушка в английском не сильно. Не знаю, ну это сложно, я сделаю обязательно. А какая песня? Есть уже, например? Есть, да, это будет моя песня. Твоя песня. Клава, а люди как подписчики твои реагируют? Они чаще всего, ну, хвалят там, торгаются тобой? Или иногда свои какие-то вариантики тебе... Ну, свои редко. Можно было вот так, вот так? Бывает такое, что я перевожу кого-то. Например, есть группа какая-то, которая является любимым артистом определенного человека. А я что-то переведу, может быть, не совсем точно. Или переведу так, как оно есть, но оно глупо звучит в переводе на русский. И бывает, обижаются. Правда, такое бывает, поэтому я стараюсь... Подстрочник немножко получается. Да, это правда. Они обижаются, а бывает говорят, что вот, зачем ты так, зачем ты принижаешься. Мы разочаровываемся сами своих артистов. Да, но на самом деле рубрика имеет настолько положительные отклики везде. То есть даже если посмотреть по лайке-дизлайке, дизлайков может быть 5% из 100. Господи, а кто же это делает и зачем? Ну, 5% это же такой мизерный процент. Слушайте, ну это как раз те самые люди, которые, по-моему, просто по жизни такие. И это ничего личного как раз, что называется. Не, ну дизлайки-лайки всегда будут. Но просто тут именно очень хорошо, что их, правда, мало. То есть, грубо говоря, 5 человек из 100 всего лишь не понравилось. И это не имеет на это права. Ну, это правда, да. Но ты же еще ведь первая певица, которая стала видеоблогером. Вот расскажи, как это началось у тебя? Это началось 9 месяцев назад. Тогда, ну, я купила камеру и подумала, что, наверное, интересно рассказывать всем, всей моей аудитории о том, что происходит в моей жизни. Потому что для меня это было реально в новинку. Я обычная девчонка, такая, ну, одна из миллионов с большой мечтой, попадавшая в бизнес, у меня начинаются концерты, и потом у меня начинается огромное количество поклонников по всей России и не только. И я решила, что это интересно показывать людям. И они быстро это подхватили, и я показывала им практически все. А сейчас на волне, может быть, моего успеха в том числе, очень многие певцы начинают... Подхватились. Да, они даже копируют шарифты, как у меня. Ну, то есть все настолько берут, безумно похоже. Мы сами смотрим. Конечно, это здорово, но... Ну, не знаю. Но, скорее всего, у тебя есть что-то еще. А кто эти ребята, которые комментируют, ну, говорят, там, свое мнение? В клаве Транслейт? Да, да, да. Раньше мы брали обычных людей, которые комментировали. Для тех, кто не в курсе, я давала послушать оригинальную композицию и спрашивала, как вы думаете, о чем может быть перевод. А потом спрашивала их мнение, ну, как вам это на русском? Сначала это были обычные люди, потом я начала... Потом я вообще никого не снимала, реакция. А сейчас уже в четырех выпусках я снимаю своих коллег. То есть, например, в будущем выпуске, который выйдет в понедельник, комментировать будет певица Айова, группа Артик и Асти, Джах Калиб, певица Хана. Ну, в общем, они будут комментировать. Прошлый выпуск тоже комментировали артисты, звезды, блогеры. Но им это тоже нравится, и мне нравится, что они поддерживают меня. В общем, такая история, которая никого практически не оставила равнодушным. Это точно. Давай споем что-нибудь. Раз уж мы говорим о Clava Translate, я предлагаю сейчас исполнить одну из песен. Есть безумно популярная песня, самая популярная песня на сегодняшний день. Это Despacito. Я перевела ее на русский, и сейчас мы споем, как это звучит на русском языке. Поехали. Подходи же в мою сторону, так благодарна, что ты со мною. Ты превращаешь каждое мгновенье в счастье. Ты мой рассвет в самый темный день, и я чувствую все сильней. Наслаждаться этим каждый раз, как в первые медлина. Тебя как будто создал кто-то для меня, и появился ключ, теперь я открываю. Так ты кусаешь меня за ухо, хочу лишь слышать, как ты попутишь. Хочу с тобой подольше быть. Ты магнит, а я просто кусок металлов. Ты так близко знаешь, все идет по плану. И лишь подумав, от тебя мой боль все выше. Медленно. Медленно. Я хочу вдыхать аромат твоей шеи. Можно я шепнул тебе что-то несмело, и ты не забудешь меня, будь уверен. Медленно. Буду затянувать твои губы тихо. Не спешу все стены твоих мабиринтов. Превращу все твое тело в анус-крептон. Я хочу быть танцем, я хочу быть твоим ритмом. Я растрачу дни и ночи, поцелую где захочешь. Разреши мне, разреши быть на одном дыхании. Пока мы шумим так ромка, я без памятства твое. Медленно. Я хочу вдыхать аромат твоей шеи. Можно я шепнул тебе что-то несмело, и ты не забудешь меня, будь уверен. Медленно. Буду затянувать твои губы тихо. Не спешу все стены твоих мабиринтов. Превращу все твое тело в анус-крептон. Медленно. 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 Браво, друзья. Медленно, но верно уровень нежности, растворенный в пространстве, повысился. А вы думали, что Деспосита это медленно? Нет, честно. Я хотела вот это, как объявлять Клаву. Поэт-композитор, певица, переводчик. Клава Гока. Еще режиссер, продюсер, кастинг-директор. Кстати, да. Видеоблогер, Александр. Да, видеоблогер. Именно столько регали мы причисляем. Это касается авторства песен. Скажи, пожалуйста, не подходит ли к тебе в Blackstar? Говорят, слушай, ну ты же пишешь, напиши-ка и нам. Ну, на самом деле нет, потому что у нас очень много талантливых ребят. Ну, у нас все талантливые на лэпе, да. И они сами себе пишут. Мне сложно писать кому-то. Безумно сложно. Я и жадная. Несколько раз меня спрашивали. Нет, это не главное, скажи. Нет, я реально жадная, очень жадная. Меня много раз спрашивали, сняла бы я кому-нибудь клип из других артистов. Я не готова вообще. Мне жалко своих идей, своих мыслей пока что сейчас. Поэтому все самое крутое я оставляю себе. А выдавать кому-то что-то среднее не хотелось бы под своим именем. Поэтому пока нет. Ну, пока. Ну, пока, да. Нет, ну, правильно, конечно, потому что никогда не зарекайся, да? Ну, да. А напишут клаву песню, поймут явно, ну, для меня слабовато, чтобы я исполняла. А вот, в общем, вот твардинский вполне. Ну, может быть, может быть, да. А быстро ли пишет клава песни? Как у тебя это происходит? По-разному абсолютно. Бывает такое, вот, например, когда, по-моему, дня три назад я написала песню за пять минут. И музыку, и стихи. Да, все сразу. У тебя так обычно происходит? Да, обычно, да. То есть у меня есть какая-то идея, я беру в руки гитару. А что случилось в этот момент? Я просто лежала на диване. Или солнечный луч тебя светил? Нет, я просто лежала на диване с гитарой. Ну, то есть я просто ее взяла, я что-то играла и услышала просто сразу какую-то мелодию, которая была у меня в голове. Я накидала слова, тут же записала на диктофон, и уже через пять минут у меня был какой-то скелет. И буквально еще минут за тридцать я дорулила все это до конца, куплет-припев. Всегда на гитаре рулишь? Либо гитара, либо фортепиано, либо просто акапельно. Бывает, еду где-нибудь или иду по пути, у меня прям какая-то строчка с мелодией сразу же, я записываю на диктофон, уже прихожу домой, кладу на гармонии. А бывают песни, которые рождаются очень тяжело, очень трудно. Бывают песни, которые я начинаю с большим энтузиазмом и не могу закончить, и возвращаюсь только через год. Или на протяжении года постоянно периодически сажусь за эту песню, и не получается. Ну, такое бывает. А расскажи про ту песню, которая была написана позавчера тобой, как ты сказала. Дальше. Сколько времени пройдет, пока ты окажешься в студии, запишешь ее? По-разному бывает. Вчера я была в студии, но записывала другую песню. Если бы я не записывала ее, я бы записала эту. Но мне еще нужно, естественно, сделать аранжировку вместе с нашей командой, придумать какие-то вокалисты, спродюсировать все это, чтобы это было круто. Но я никуда не тороплюсь. Выход альбома намечен на следующий год, на начало следующего года, и я думаю, что я все успею. Клава, но мы торопимся, время программы бежит, поэтому хотим послушать следующую песню. Окей. Следующая песня так и называется «Я устала». Песня, с которой я перекрасилась в блондинку. Да, потому что устала от... Да, устала от всего. И я никогда не думала, что перекрасишь в блондинку, моя жизнь так изменится. Эта песня была выпущена в тот период, и она дала мне огромный скачок. Там уже практически 7 миллионов просмотров за несколько месяцев. Это очень круто. И поэтому я надеюсь, что вы будете сейчас не уставшими слушать этот трек. Поехали. Ты дарил мне цветы, и каждую ночь писала любви. Я один на двоих мир, но ты не спросил, а нужно ли мне все это. Я тебя не ждала, но ты снова пришел, как ни в чем не бывало. Ты очень хороший, но не могу больше, я так устала. Я устала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, больше не звони мне. Устала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, никаких обид. Устала, ла-ла-ла-ла-ла-ла, чувства невзаимных. Устал, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла Больше не звони мне Никаких обид Чувства невзаимы Я не хочу отвечать на твои смс Не пиши мне так часто И я теряю к тебе каждый день интерес Все это напрасно, ты пойми Я тебя не ждала, но ты снова пришел Как ни в чем не бывало Ты очень хороший, я не могу больше Я так устала, я устала Больше не звони мне Устал, ла-ла-ла-ла-ла-ла Никаких обид Но чувства я взаимы Я устала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Больше не звони мне Никакий хайбин Чувство не взаимы Я устала Я устала Я устала Браво! Такой нежный отворот-поворот. Провокончик. Спасибо. Есть информация, что ты без устали можешь снимать клипы по двое суток. Да, это на практике у меня абсолютно всегда. Что касается, например, недавно мы выпустили клип на песню «Прости». Мы снимали его в Норвегии. Да, замечательная премьера, очень красивая история. Спасибо. Мы снимали его в Норвегии и не спали три ночи. Я не знаю, сколько мы снимали этот клип, у меня все так перемешалось в голове, но нам нужно было ловить режимный свет. А инициатором того, чтобы люди не спали, ты была? Да. Какой мягкий, пушистый котенок. Специально, чтобы были все в тонусе, чтобы были нужные глаза для этого. На самом деле в Норвегии нам очень не повезло с погодой. Ах, вот что. Да, и мы снимали клип уже буквально к концу нашего путешествия, потому что вообще не было солнца. И мы подумали, уже ладно, была не была, снимем как есть. Но как только мы достали фотоаппарат, нашу камеру, вышла огромная радуга, и было солнце, и мы просто не могли не снимать. Это была уже ночь, мы что-то отсняли, прям не спали тут же на рассвете, отсняли потом вечером. Ну, в общем, это было очень сложно, это были реально сложные съемки, потому что там были кадры, где все вроде красиво, я стою на скале, а я смотрю и пою. А ведь никто не знает, что на эту скалу я пехала 3 часа, и потом мы там заблудились. И то есть таких моментов было очень много. Когда мы там радостно и бегаем по песку босичком, было где-то плюс 7, наверное. Это было очень экстремально, но я безумно счастлива, что удалось весь мой замысел воплотить в этом клипе. Ты довольна своей работой. Безусловно, я получаю отдачу, поэтому усталость вообще отходит на 10 план. Ну, я так понимаю, что и отзывы исключительно положительные только, да? Да, к счастью, да. Как всегда. Тебе балуют очень твои поклонники. Да, они меня самые крутые. Только хвалят, 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 хвалят. Любую твою работу только делай, только снимай, только пой, только пиши. Они реально меня во всем поддерживают, это очень круто. А ты прям на днях, считанные часы прошлись с тех пор, как ты выложила кавер-версию свою на песню Мота. Не успел Мот выпустить клип, только широкая общественность, и ты уже тут как тут исполнил. Да, мне очень понравилась песня, честно. Я вот хотела спросить, далеко не каждый артист лейбл Блэк Стару достойен того, чтобы Клаба Кокот перепела его? Никого. Я перепевала... До Блэк Стар я перепевала Элвана и Тимати, еще до Блэк Стар. На лейбле Блэк Стар у меня только есть два кавера. А что до Тимати пела? Я пела «Посмотри, спрятать тело цвет». Это помогло тебе оказаться в Блэк Стар? Скажи сразу девочкам, которые еще не в Блэк Старе. Нет, я выиграла конкурс от Тимати. Якобы мне дали какой-то там сертификат. Но, как оказалось потом... Все было решено уже заранее им. Нет, нет, нет. Никто меня не помнил даже. Когда я пришла, я говорю, а вы знаете, вот я же выиграла ваш конкурс. У меня есть сертификат. У меня есть сертификат, но никто даже не вспомнил. Поэтому это было очень забавно. Оставайся с нами. Это было реально мило. А что касается песни Мото, она мне правда очень понравилась. Мне кажется, это будет прям второй капкан. Тем более он там раскрывает то, что у них скоро будет с женой ребенок. И это очень мило. И буквально вчера мы нелегально пробрались на крышу и сняли кавер-версию под гитару. Как лав. Вот у нас такая история. Мы сейчас можем посмотреть этот клип. Либо ты нам исполнишь песню. Давайте лучше посмотрим клип, потому что он правда потрясающий. Ну хорошо, давайте. Мото, большой привет. Ты из премьеры его также с потрясающей. Я разлюблю тебя, когда исчезнет зло. Я разлюблю тебя, когда исчезнут города. И не сойдет огонь в охроме его. Я разлюблю тебя, походу, уже никогда. В смысле, когда это закончится? Никогда. Мы ведь навеки вечная миль. Спустя сто лет, сто миль вдвоем стабильно. Вот это стиль. Когда сто параллельный. Сто параллельный. Пересекутся. Знаю, даже тогда. Никогда, никогда. Наши судьбы канаты не порвутся. Я разлюблю тебя, когда исчезнет зло. Я разлюблю тебя, когда исчезнут города. И не сойдет огонь в охроме его. Я разлюблю тебя, походу, уже никогда. Я разлюблю тебя, когда исчезнет зло. Я разлюблю тебя, когда исчезнут города. И не сойдет огонь в охроме его. Я разлюблю тебя, походу, уже никогда. Раз в пятый. Система нервная. Раз в пятый. Я повторяю тебя. Зря ты. Зря ты боишься, что нас может разлучить что-то. Скорее тихий океан станет лишь болотом. Когда исчезнет грех, когда умрет корида Когда вместо пустынь всех будет Атлантида И не удержит нашу землю больше три кита То есть не скоро, а точнее уже никогда Я разлюблю тебя, когда исчезнет слон Я разлюблю тебя, когда исчезнет дорога И не сойдет огонь в охранье гол Я разлюблю тебя, походу, уже никогда Я разлюблю тебя, когда исчезнет слон Я разлюблю тебя, когда исчезнет дорога И не сойдет огонь в охранье гол Я разлюблю тебя, походу, уже никогда Ну, очень красивая работа. Роскошь, да. Вот еще поздравляем с премьеры. Клавочка, ну ты записала эту песню исключительно, потому что она тебе понравилась. Да, да, она мне очень понравилась. У кого количество просмотров больше уже? У тебя или МОТО? Я не знаю, выложила кавер буквально часа полтора назад, я еще даже не успела посмотреть. Ну, разумеется, у МОТО больше. Я не собираюсь с ним... Просто он чуть пораньше выложил. Для кого, разумеется, говорят поклонники Клавы Коки. О, да. Нет, безусловно, у МОТО и будет больше, я только счастлива. Это просто, это же не гонка, это просто возможность показать, что... Ну, это творчество захотелось. Ну, он-то сам как-то отреагировал на это? Пока не знаю, еще не проверяла почту, не смотрела. Я думаю, что он уже посмотрел. Ты реагируешь, когда поклонники тебе пишут, где чаще всего? Инстаграм, ВКонтакте, как общаешься? В Инстаграм и Ютуб. Все-таки. Ну, я читаю все, что мне пишут поклонники. Я порой у них спрашиваю, там, не знаю, даже какую-нибудь, казалось бы, ерунду, какой у вас любимый цвет. Есть люди, которые пишут, да, она все равно не читает. А я им отвечаю. Вообще-то я все читаю. А если я читаю, то родители мне скажут, чтобы я прочитал. Нет, я правда читаю. Мне очень важно, что они думают, что они говорят. И я знаю своего слушателя, знаю очень много о нем. И на Ютубе постоянно задаю какие-то вопросы в конце видео. Они мне помогают в выборе следующих песен для транслейтов, в выборе, ну, мест, где снимать какой-то новый влог. И, ну, без этой коммуникации никуда. Поэтому отвечаю я, конечно, не часто. Потому что, сами понимаете, у меня очень много писем. Даже я посчитала, что предложение руки и сердца мне делают в социальных сетях примерно 5 раз в день. Да что там? А кто эти ребята? Ну, разные люди. Как средний возраст. Ну, то есть это предложение руки и сердца. Это вообще... Ну, это замуж, да? Да, это связать свою жизнь с тобой. А что говорить теперь о том, сколько меня спрашивают, как у тебя дела, когда новые песни? Да, мы встретимся. Да, очень-очень много. Погуляем в кино. Да, поэтому, ну, отвечать тяжело очень. А замуж тебя зовут? Ребята молодые, кто-то мужчины в возрасте. Ну, я даже не смотрю в кино. А, ты сразу? Ну, я просто пролистываю иногда. Ребята, имейте в виду, значит, какие-то другие фишечки используются. Так, я вот Клава, давай никогда не обратите внимание. Это мило, честно, это мило. Но я пока не собираюсь замуж. Не собираюсь замуж. 59 тысяч просмотров у МОТО. 59? Сейчас, да. Ничего себе, за полтора часа. Круто? Нет, у МОТО нам сказали, да? Нет, нет. У МОТО больше? У МОТО уже больше миллионов. Конечно. Значит, теперь... Это у меня, да. Это у меня, это около этого. Только 59 тысяч обращаемся мы к фэн-клубу Клавы Коки. Ну, это прошло полтора часа, вы что, с ума сошли? Целых полтора часа. Да. А вообще, тебя с твоим последним крайним клипом, прости, поздравили очень трогательно. Ребята из Бэкстара, они себе практически писали, малышка, так нежно к тебе поздравляют. Они так красиво, так трогательно. Они называют меня так. И светлячок называют, там, малышка, не знаю, белоснежка. Ну, вообще-то невероятно трогательно. Вы, правда, как две сестренки такие, там, Кристина, да, и вот такие парни. Бравые ребята, такие серьезные. Скажи, для тебя они все одинаковые или есть кто-то, кто поближе тебе? Или нельзя об этом говорить? Ну, не знаю, ребята с лейбла со всеми хорошо общаемся, правда. Нет такого, что с кем-то негатива вообще нет. Разумеется, есть ребята, с которыми я более чаще, с которыми я чаще пересекаюсь на каких-то мероприятиях, но в силу того, что у нас похожи жанры. Но так, с удовольствием, всегда найдем время поболтать в любой ситуации со всеми. Надеюсь, секундочку мы прервемся, вы никуда не девайтесь, пожалуйста. Программа «Концертный зал» продолжится, у нас в гостях Клова Кока. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. «Концертный зал» продолжается. Сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ» Клова Кока. Улыбается, поет песни, рассказывает о себе. Сколько инструментов музыкальных ты освоила? Можешь сосчитать? Я сбила со счета, наверное, с восемь. Ладно, давайте посчитаем. Гитара, бас, гитара. А зачем, Владислав? А, ну да. Ты сегодня отдыхаешь, мы поняли уже. Гитара, бас, гитара. Гитара, бас, гитара. Гитара, бас, гитара, бас, гитара, бас, гитара, флейта, барабаны, африканские барабаны. Семь, что ли? Маловато что-то, да. Слышно, шло, стекло. На очереди, скажи, бутная гармошка, саксофон. Что еще? Нет, не умею. На духовых не умею. Я хочу научиться на духовых. На саксофоне хочу. Именно саксофоном. Да, это такой... Ну, это же стиляги. Арфа, битбокс, что тебе влюблено? Битбокс, да? Ну, ладно. Ты состоишь в федерации. Вахтанг тебе выдавал какой-нибудь сертификат? Вахтанг нет. Ну, я так умею себе что-то подбитбоксить. Но это очень смешно. Я этим не горжусь. Что еще ты умеешь, кроме музыки? Потому что очень интересно с тобой говорить об этом. Переводить тексты, мы уже знаем. Да, ну, режиссура сейчас, кино, съемки очень нравятся. Ну, что касается... Я люблю спорт. Скейтборд, сноуборд, все такое более экстремальное прыжки. Скажи, пожалуйста, ты на длинных скейтах, на лонгбордах? На лонг тоже умею, но больше нравится обычный скейт традиционный. Я в прошлом пацанка страшная. Каталась на скейтборде с пацанами, но было дело. Умеешь ли ты прыгать на рампах? Умеешь. Ну, нет, сейчас уже, наверное, я потеряла свое умение. Но когда-то умела и была душой компании. Сноуборд. Сноуборд, да. Ты сказала, что у тебя сестра в Windows 3 моды работает, да? А кем она занимается? Во-первых, она в прошлом модель. Она младшая моя сестра, она летала по всему миру. Сейчас она вместе со мной продумывает все мои детали к моему стилю. Я как раз и хотела узнать, принимает ли она участие в этом. Она принимает участие, и я могу ее называть своей правой рукой в выборе стиля, в выборе направления. Все, что происходит в моей стилистике, там, не знаю, те же яркие тени, яркие какие-то наряды, это все она и все продумывает. А брат в авиации, значит ли это, что ты и перемещаешься по стране благодаря брату? Нет, ну он в аэропорту, мы часто с ним видимся, но, по-моему, привилегий это мне никаких не дает. Разве что иногда он из аэро, из самолетов везет домой какую-то еду, которая остается от людей. Сестру, по-своему, в своих блогах ты все замуж выдавала. Сестру? Да. Да я шутила. Она шутила, ну просто ей могли бы тоже писать, наверное, как и тебе. Ну, возможно, уже пишут, конечно, и много, вообще пишут всем моим друзьям, даже тот же Влад, он стреляется от поклонниц, даже, ну не стреляется, ему очень много пишут поклонниц. Я бы не сказал по его виду, что он стреляется, мне кажется... Нет, ему нравится. Да, да, да. Ему нравится, ну то есть все люди, которые находятся в моем окружении, не остаются без внимания. Большая команда у тебя? Большая. Вот, если вы в электричестве живете, это сколько примерно? В электричестве, в смысле? Когда большой концерт у вас, например. А, когда большой? Нет, пока что, к сожалению, небольшая команда, я очень хочу свой следующий концерт, который будет большой весной, хочу дать живым составом, потому что, ну, я так чувствую, я знаю, как это можно сделать круто. Пока что у нас небольшая команда, мы гастролируем вот с моим гитаристом Владом и с моим диджеем Семеном, который ставит музыку. Но в будущем, конечно, я буду расширять состав, потому что это очень круто. Концерт записываешь? Бывает, бывает, все, можно увидеть в моих влогах, там самые яркие моменты. Кстати, послезавтра у тебя концерт будет, да, 14-го, по-моему, если не ошибаюсь? Да, послезавтра... Ты знаешь свой график наперед, хорошо? Не хорошо, я помню, что послезавтра Невиномыск, после послезавтра Анапа, потом не помню, что... А дальше подскажут, помощники все. Это точно. Невиномыск, Анапа, ну ждите тогда Клаву, смотрите на афиш в своем городе, в соцсетях у Клавы, конечно, посещайте обязательно. Концерты. Нам так, чтобы успеть спеть песню, чтобы она прозвучала целиком, давайте мы ее исполним, а потом у нас останется еще чуточку времени, так что поговорить. Моя любимая песня «Прости», на которую недавно вышел клип из Норвегии. И будто бы спицами Моя любимая песня «Прости» 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 Я говорю на разные темы, все зависит от моего настроения. Если у меня настроение такое игривое, я там заигрываю с кем-то из зала. Если у меня настроение лиричное, я какие-то там философские темы порой... А ты же понимаешь свою силу, да, что вот эти ребята, школьники, пришедшие, они на тебя смотрят просто на идеальный идеал, и сила твоего слова, она невероятна просто. Да, поэтому нужно быть хорошим примером для всех. Ну, есть какие-то лозунги, какие-то мысли, которые ты хочешь донести и повторяешь периодически уже? Да? Не знаю, наверное, нет. То есть это всегда какая-то импровизация. Как только это перестает... Здесь и сейчас, то, что ты чувствуешь. Да, как только перестает быть импровизацией, пропадает вот это вот желание это сказать и донести. Поэтому концерты проходят всегда по-разному. И даже время концертов, оно постоянно меняется. Мы можем вести программу часа, можем полтора или два, или даже больше. Это все зависит от настроения. Коротко, на чей концерт сама бы сходила с удовольствием? Приходишь, может быть. Безумно люблю, когда звезды мирового масштаба приезжают в Россию. У тебя вот любимчики кто? Не знаю, очень жду, когда приедет в Россию с гастролиным туром Бруно Марс. Очень жду, когда... Очень жду Тимберлейка. Очень жду... С новым альбомом Уикенда и Бибера. Ну, я не знаю, очень много. Мы тебе хотим пожелать. Мы будем ждать, чтобы они ждали твоих концертов тогда. Клава, спасибо тебе большое. Спасибо. Владислав, спасибо. Мы вам искренне желаем удачи. Пусть гастроли складываются успешно тоже. Счастливых вам дорог. Спасибо вам за эффект. Я всегда рада приходить с премьерами очередными и с концертами. Спасибо. Друзья, Клава Кока, любите, жалуйте. Концертный зал. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Спасибо. Мы вас любим. До новых встреч в эфире, друзья. Пока.